Здравствуйте, дорогие мои! Это канал Заметки Нумизмата, и я Сергей Юрьевич. Продолжаю рассказ про юбилейные монеты Российской империи. И сегодня наш ролик будет посвящен интереснейшей монете, отчеканенной в 1912 году и среди нумизматов, имеющей название «Трон». Монета очень красивая сама по себе. Реверс ее содержит изображение Александра Третьего, сидящего на троне, и соответствующую надпись «Сооружен любовью народа императором Николаем Вторым» в Москве, открыт в 1912 году. Под монументом подпись «Рубль». На аверсе же этого рубля изображен портрет Александра Третьего и с надписью «Александр Третий император и самодержец всероссийский». Очень красивая монета, но, как и все монеты юбилейного типа, она имеет еще свою историю в живом памятнике. Установить памятник Александру Третьему в Москве было решено вскоре после смерти самодержеца, в октябре 1894 года. По указанию императора Николая Второго в декабре того же года был организован комитет по сооружению скульптуры. Его главой царь назначил великого князя Сергея Александровича. По всей стране объявили конкурс на лучший проект монумента и сбор средств для его установки, а также открыли подписку, по итогам которой было собрано около 2,5 миллионов рублей. Первое место в конкурсе заняла работа скульптора Александра Опекушина, автора памятника Пушкину в Москве. Главным архитектором был назначен московский зодчий Александр Померанцев, главным инженером архитектор Карл Грейнер. По предложению историка Ивана Цветаева местом для установки памятника выбрали площадку перед храмом Христа Спасителя на Пречистинской набережной. Строительство монумента продолжалось с 1900 года по 1912 год. Как вспоминал Александр Опекушин, работа над скульптурой была осложнена тем, что голову Александра III ему пришлось лепить дважды. Формовкой статуи лепщики меня замучили. Вместо трех месяцев, как обещали, тянут восемь. Да в добавление варвары разбили голову царя. Из короны в дребезги приходится лепить новую. Торжественное открытие монумента в присутствии представителей всех сословий и членов императорской семьи состоялось 30 мая 1912 года. В восемь часов утра в Станицкой башне прозвучали пять пушечных выстрелов. В десять часов у входа в храм Христа Спасителя начался крестный ход во главе с московским митрополитом Владимиром, императором Николаем II, его матерью Марии Федоровны и женой Александр Федоровной. После 360 праздничных выстрелов и исполнения преображенского марша со скульптуры сняли покрывало. Митрополит Владимир окропил монумент святой водой и пригласил многолетие российскому войску и верно подданным. К монументу было возложено 86 венков, включая венки от 80 российских и зарубежных депутаций. После осмотра памятника членами императорской фамилии товарищ председателя комитета по сооружению памятника гафмейстер Александр Булыгин прочитал текст акта о передаче монумента в ведение московского городского управления. Вечером город и скульптура были иллюминированы. К сожалению, этот памятник постигла такая же тяжелая судьба, как и все остальные. Принятый после Октябрьской революции ленинский план монументальной пропаганды предусматривал снос памятников царского режима. Декрет СНК РСФСР о памятниках республики постановил заменить их статуями в честь деятелей революции. Демонтаж монумента начал 17 июля 1918 года. Работами руководил помощник Народного комиссара имущества республики, член комиссии по охране памятников искусства и старины Моссовета, архитектор Николай Виноградов. За уничтожением памятника также следил первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Ульянов-Ленин. Барон Карл фон Бортмер писал в своих мемуарах. Начали снимать памятник Александру Третьему, чтобы показать, что настало время свободной республики Советов. Огромный памятник, хотя и представлял собой безвкусицу первого ранга, однако сносить его было полной бессмысленницей. Историю России таким образом не зачеркнешь, а воодушевление сегодняшним днем не подымешь. 1 мая 1920 года на месте монумента в присутствии Ленина заложили памятник «Освобожденный труд». На уцелевшем предистале монумента Александру Третьему установили металлический картуш работы скульптора Веры Мухиной со словами «Здесь будет сружен памятник освобожденный труд». Культура так и не была возведена. Сохранившийся постамент памятника Александру Третьему снесли вместе с храмом Христа Спасителя в 1931 году. На их месте планировалось построить дворец Советов, однако позже от этой идеи отказались. Вот такая нелегкая судьба у памятников, которые были изображены на монетах Российской империи. Это был канал «Замятка нумизмата». Я прощаюсь с вами. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин